Музыка Ну что, уважаемые ребята, готовы показать вам красоты планерной. Поехали! Музыка Колеса квадроцикла генерального директора учебно-спортивного центра «Планерная» за день наматывают на спидометр многие километры. Только так, говорит Элеонор Апанова, можно всюду успеть. Шутка ли? Десятки спортивных объектов «Планерной» расположились на почти 100 гектарах земли. Первый визит к юным бейсболистам. А я думаю, что погода не приходила. И останавливайтесь на тракте, хорошо? Восемь команд из разных регионов России в ожидании выхода на поле. Вот-вот начнется церемония открытия всероссийской спартакиады по бейсболу. 12 лет назад ко мне пришли бейсболисты и сказали, давайте проведем зональный чемпионат Европы. Я говорю, что для этого нужно? Они мне сказали, ну там, разровняем площадочку и все. Я завезла 35 тысяч кубов грунта, 7,5 тысяч квадратных метров газона. И когда приехал технический делегат и говорит, вы что, здесь через неделю будете проводить Европу? Я говорю, да, будем проводить. И он пришел и обомлел. И я счастлива, потому что в течение всех этих лет мы провели большое количество спартакиад по бейсболу. Только что у нас закончился чемпионат России по бейсболу. Телефон гендиректора не умолкает. Хлопотное спортивное хозяйство требует постоянного внимания. Засняв на камеру мобильника церемонию открытия спартакиады, Илья Анура Ашотовна, направляется к месту тренировки будущих олимпийцев. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Привет, привет, привет. Здравствуйте. Ну что? Ну вот, плавают. Школа по летним видам спорта. Московской области. Московской области, да. Юность Московской. И училище Олимпийского резерва номер 3. Это там, где у нас баскетболисты живут, пятиборцы живут и настольный теннис. Живут, учатся, тренируются. Плавают ежедневно. Бассейн открытый, работает круглый год. Практически, наверное, это один из немногих бассейнов в Москве, который, если мы его и закрываем, то всего на неделю, потому что у нас своя котельная, своя вода, и мы можем варьировать тогда, когда нам это удобно. Зимой вода подогревается, соответственно. Естественно, 28 градусов, да. Это сейчас будущие чемпионы могут круглогодично плавать в воде температурой 28 градусов тепла. Вспоминая былое, Элеонора Панова констатирует, времена, которые она переживала вместе со спортивным центром «Планерная», случались разные. Да, в 90-х годах было тяжело. Бассейн замерз. Не было тепла, замерз бассейн. Я никогда не ходила по льду, я спустилась в шубе. На лед решила пройти. И я понимала, тогда я поняла, почему люди тонут. Ты хватаешься за лед и пытаешься выйти из бассейна, а лед под тобой трескается хорошо. Ступеньки я вышла. Вышла, построила котельную и продолжила развивать уникальный подмосковный спортивный центр. Но обо всем по порядку. Вот так на заре советской власти поднимались в небо планеры, предшественники моторной авиации. Точно такие же запускали и со взгория реки Сходня, вот отсюда. Именно поэтому железнодорожную станцию Первомайская, расположенную неподалеку, в конце 20-х годов переименовали в Планерную. А затем Планерной стала называться и небольшая конно-спортивная школа, основанная энтузиастами в 1935 году на противоположном берегу реки. Спустя 13 лет здесь открыли лыжную трассу. Затем была организована секция современного пятиборья. Эта спортивная дисциплина дала толчок к развитию Планерной. Здесь построили стрелковый тир, новые конюшни и бассейн. А в 1981 году работать сюда устроилась выпускница Туркменского госуниверситета Илеонора Панова. Месяца 8 работала инструктором, потом я была заведующим плавательным бассейном, затем заместителем директора центра и с 2002 года директора. 2002 года, но это уже 22 года? Да, 22 года директора. Ее очень большая роль в жизни спорта области и сборной команды России. Мне постоянно здесь готовились к Олимпийским играм все наши ведущие спортсмены России и СССР. Так что она прямо с нуля тут всех, можно сказать, воспитывает. Дает какую-то в будущее путевку такую выписывает. А вот и одна из тех будущих чемпионов, которым Илеонора Панова дает путевку в будущее. Есения Широкова. В свои 15 лет уже добилась весомых спортивных результатов. Древнество России заняло первое место и в личном, и в парном. На первенстве мира заняли второе место в командах. Я сюда переехала в 11 лет, вот сейчас 15 уже. И думаю, что дальше тут буду продвигаться. И все условия есть для этого. Тренер Есений с гордостью показывает награды своих воспитанников. Эти кубки завоеваны юными теннисистами только за последний год. На одной полке уже не умещаются. Нужна вторая, говорит Светлана Федосеева. У нас нет проблем с освещением. То есть у нас всегда светло, у нас всегда тепло в зале. У нас всегда комфортно для детей, для тренировок. Да, а нам комфортно работать. И все просьбы, которые какие-то мы там приходим всегда. Но мы спортсмены, мы всегда у всех все просим. Просим. Нас всегда слышат, нас всегда помогают нам везде все. Поэтому я считаю, что Элина Рашютовна – человек с большой буквы. Вот что самое главное, что это детки, которые занимаются с любовью, с интересом. И я не знаю, я горжусь ими. Ребята, я горжусь вами. Спасибо. Предмет особой гордости – бытовые условия, созданные для юных спортсменов. На постоянной основе в Олимпийском центре живут 130 будущих чемпионов. В середине дня – перерыв между тренировками. Время обеда. Могу сказать, и дизайн, и дизайн столовой тоже мой. Интересная особенность – обеденное меню генерального директора спортивного центра «Планерная» ничем не отличается от рациона питания юных спортсменов. Во время трапезы Элионора Ашотовна делает неожиданное признание. Безумно люблю Кимки. Объясняю почему. Потому что я всегда находила поддержку в администрации нашего города. Всегда находила поддержку. Не только в администрации нашего города, но и среди тех людей, для которых «Планерная» была востребована, будем говорить, или в которых нуждалась «Планерная». Я всегда находила поддержку. Такого не было ни разу, чтобы кто-то из руководства администрации, кто бы не был. Там Стреличенко, Слепцов был, Шахов был, сейчас Дмитрий Владимирович Волошин. Всегда я находила поддержку и понимание. Тех задач, которые стоят перед «Планерной». У самой Элионоры Пановой, в свою очередь, тоже есть понимание задач, которые стоят перед городом, признается она. Так, например, во время пандемии ковида в гостинице «Центропланерная» на безвозмездной основе были размещены медики, боровшиеся с болезнью. Я стараюсь идти всем навстречу и помогать тем, чем могу. И мне помогает выстоять на ногах, чем может хим. Поэтому я химки люблю безумно. Вы стоят на ногах, Элионори Пановой помогают и увлечения. Поэзия и живопись прочно вошли в жизнь генерального директора «Центропланерная». Элионора Ашотовна признается, сюжеты картин заранее не планируют. В большинстве случаев импровизируют. Я хочу вам сказать, что лошади-человек всегда были большими друзьями. А лошадь очень помогала, например, выжить в деревне. Вот у меня развилась такая история дружбы человека и лошади. Молодец! Конным спортом, с которого и начиналась история спортивного центра «Планерная», сейчас на трех манежных площадках занимаются около 300 наездников. Для совсем юных спортсменов организован «Пони-клуб». Огромное количество детей, желающих заниматься конным спортом. Школа детская спортивная принимает детей с 10-11 лет. А «Пони-клуб» возможно там с 5-6 лет. А это занятие для ребят с особенностями здоровья. Ипотерапия помогает ребенку задействовать все группы мышц, синхронизировать движение тела с движениями лошади. Терапевтический и психологический эффект от занятий огромен, говорят специалисты. Хорошо, что в Химках есть возможность заниматься ипотерапией. База планерная сама по себе, я считаю, уникальна, по крайней мере, в нашем регионе. Потому что у нас таких конюшен больше нет. Есть с чем сравнить. В этом и есть заслуга Леонора Шотовны, что уже много-много лет у нас много детей имеют такую возможность заниматься спортом. В Химках? В Химках, да. Сохранить и приумножить основные фонды Олимпийского центра было непросто, говорит наша собеседница. Но результат 22 лет упорного труда налицо. Только юных спортсменов. В Олимпийском учебном центре сейчас занимается 2500. У меня один секрет – это любовь к своей родине, к своей отчизне. Вот любовь к родине и понимание того, что у нашего отечества должны быть такие места. Нельзя все застроить домами. Нельзя все застроить дорогами. Ну вот, например, мы видели там теннисисты. Какая гордость за то, что они будут тренироваться, выступать и защищать. Честь там Московской области. Честь Химок, честь своего отечества. Впереди у Олимпийского учебно-спортивного центра и его бессменного директора много планов. Создание площадки для пляжного волейбола, обустройство стрельбища для спортсменов-биатлонистов, проведение ежегодной московской лыжни и многое другое. Все нужно успеть, говорит Элеонора Ашотовна. Рабочий день генерального директора планерной продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова